Всем привет! С вами Welcome to Jamrock и Куркума. Говорим, как всегда, про Ямайку. Если ты мечтаешь съездить на этот остров и узнать о нем все, то сегодняшний выпуск как раз для тебя. В гостях Welcome to Jamrock сегодня человек, осуществивший мечту практически каждого российского донс-холл-танцора. Переехать жить на Ямайку. Встречаем Кари Гель. Всем привет! Спасибо тебе большое за приглашение. Мне очень интересно поучаствовать в этом интервью, потому что я слежу за каналом, я слежу за тем, что ты делаешь. И мне кажется, это супер ценно, потому что в России не очень большой отклик на это все. Но ты продолжаешь это делать и делать, и я очень рада быть счастью. Спасибо за такой приятный отзыв. И на приятной ноте давай сразу же и продолжим. Расскажи о своем любимом месте на Ямайке. Если мы говорим про города, то это, конечно же, Кингстон. Кингстон, кто не знает, это центр, это столица Ямайки. Это то место, где ты можешь встретиться как раз больше с донс-холлом, с танцорами, с артистами. А конкретное место в Кингстоне? Твое самое любимое место? Вот оно у меня, вот здесь вот есть даже на руке. Это координаты какие-то? Да, здесь есть вот такая, типа мы вынесли, вот такую вот сносочку сделали. Это 8A, в общем-то адрес, Кингстон 2. Но сейчас этого места уже не существует. Мы сделали эту татуировку, когда очень много танцевали, практиковали с командой Supreme Blazers. И это было то место, в которое я первый раз попала. И у меня прям переворот сознания случился, потому что они танцевали всей командой. И, короче, эти эмоции, это просто было нечто. И вот мы с моей подружкой сделали одинаковые такие татушки. Я ее, кстати, сделала прямо на Ямайке. Как раз у мальчика, у одного из этой команды. Расскажи, пожалуйста, как давно ты переехала жить на Ямайку и как вообще пришла к такому решению? Приехала я вообще туда в январе 2020 года. Это была моя шестая поездка на Ямайку. И я не планировала вот в ту поездку переезжать туда. План был такой. Я должна была приехать на три месяца, просто там проведать всю обстановку, решить все с визой, вернуться в Россию, провести мастер-классы. У меня намечался как раз такой тур по российским городам. И я должна была уже летом, подготовившись финансово, морально, со всеми вещами, переехать на Ямайку. И, собственно, в апреле я должна была уехать в Россию. И случилось то, чье имя нельзя называть. И мы застряли на Ямайке, но застряли мы буквально на два месяца. И где-то в мае мы уже имели возможность вернуться домой, в Россию. Но ты решила ей не пользоваться. Я решила, что когда ты едешь просто на Ямайку, ну как бы не просто, а переезжаешь туда жить, тебе нужно решить вопросы с визой. А я поняла, что в данной сложившейся ситуации я могу просто продлевать визу в связи с коронавирусом и находиться там. Я не была вообще готова финансово, я не была готова морально, но я решила, что такой шанс выпадает раз в жизни. И нужно попробовать. Раз уж ты затронула сама эту тему, что нужно, чтобы переехать, жить на остров, получить там гражданство, получить ямайский паспорт, условно говоря. Получить ямайский паспорт, это то, о чем я думаю уже несколько лет. Самый, ну так сказать, простой способ, о нем говорят все, так же как и для ямайцев самый простой способ переехать куда-нибудь, это собственно выйти замуж. Но я изучила эту историю и поняла, что я таким способом не хочу, потому что, ну, во-первых, это незаконно, да. Во-вторых, я все-таки хочу выйти замуж один раз и по любви. И в-третьих, мне рассказывали, что бывают такие случаи, что ты выходишь замуж ради бумаг и все такое, а потом тебя начинают там говорить, а денег мне, а то, а сё. И я подумала, с моей везучестью я как раз-таки на такое и норвусь. Поэтому я подумала, что нет, я лучше пойду нормальным способом и сделаю себе, ну, либо рабочую визу, либо студенческую визу. Либо я пойду учиться, либо пойду... А вариант купить жилье, например, не дает? Это не работает, нет, не работает. Ты можешь купить жилье, но это никак не сработает. Чтобы получить паспорт, я точно не знаю цифры. Кто-то говорит, что надо три года, тогда ты можешь подать там какие-то бумаги. Кто-то говорит, пять лет, кто-то семь лет. Ну, короче, по-разному. А как вообще ямайцы реагируют на белых эмигрантов? И откуда белые люди на Ямайке? Там, кстати, достаточно большое количество белых людей живет. Есть даже целые районы, поселения, где люди, по-моему, из Германии живут. Есть очень много, соответственно, китайцев. Там очень много они держат всяких супермаркетов, всяких магазинов. Людей из Аптауна достаточно много именно светлых. То есть реагируют, в принципе, на светлых людей нормально. Это неадекватно, да. Ну, то есть я бы даже сказала, что в Кингстоне реагируют на тебя намного лучше. Если я в какой-то курортной зоне, то вот это вот постоянное. Эй, зайди, купи, давай я тебя подвезу, давай там то-се. Ну, то есть они к тебе относятся как к туристу. Я не люблю, когда ко мне относятся как к туристу, и я часто им говорю там, типа, я вообще-то из Кингстона, они такие сразу, о, все-все-все-все, понятно. А в Кингстоне они понимают, что, ну, нормальный, адекватный человек не поедет в Кингстон. То есть, соответственно, ты либо здесь работаешь, ну, либо ты вот какой-то прямо в теме-в теме, что ты танцор. Ну, конечно, есть, когда на тебя вот так смотришь, что ты, типа, там, белая, еще и танцуешь, типа, еще и знаешь про культуру, еще и знаешь про всех артистов и песни знаешь. Ну, типа, это прям шок. Вот это положительный шок? В большинстве случаев, да. Ну, в зависимости, кто. Если мы говорим... О простых людях на улице. Обычные люди очень положительно реагируют. Я не встречала ни одного человека, если мы говорим не про танцоров, а про обычных людей на Ямайке, который бы мне сказал, фу, ты белая, вали из нашей страны и вообще не там, не танцуй, не преподавай. Никогда в жизни я такого не слышала. Каждый раз, когда я общаюсь с людьми, с обычными, не с танцорами, они всегда очень восхищаются. Когда я им рассказываю, что я веду блог и рассказываю про Ямайку, они говорят, блин, спасибо за то, что ты вот про нашу культуру в своей стране говоришь, своим людям рассказываешь. Когда я им говорю, что много русских людей мечтают приехать на Ямайку, но это очень дорого, они всегда говорят, блин, это так круто, мы и не знали. И они всегда очень позитивно к этому относятся. Скажи, за два года, что ты там провела, ты жила только в Кингстоне или удалось пожить еще в каких-то местах на Ямайке? В основном я жила в Кингстоне. Буквально две недели мы жили в районе Watcher.io, когда только-только начался коронавирус, и у нас были проблемы большие с тем, где жить, потому что мы не знали, когда мы уедем домой. Мы не знали, все это закроется на два года, на год, на месяц и так далее. И от российского, собственно, посольства нам дали такое место. В общем, есть русская компания на Ямайке, Русал, и там работают русские, украинские ребята. И нас заселили в такое место, нам дали жилье, то есть нам помогали с едой и так далее. Мы жили в таком комплексе, но буквально две недели. Почему? Потому что у них там прям был комплекс, где жили все-все русские ребята, и он был достаточно далеко от центра Watcher.io, то есть он такой в сторону. Это до сих пор Ямайка, но с нотками русского санатория. Посмотрите на эти прекрасные виды, на эти пряничные домики, а вокруг ничего. Мы пожили там некоторое время, и там было очень много русских, и не было атмосферы вот Ямайки. То есть у меня было чувство, что мы в каком-то клевом, крутом там отеле находимся, но где-то типа там в Турции или в Египте. Но на тот момент, когда начался коронавирус, уже Ямайка становилась совершенно другой. Как коронавирус пришел на Ямайку? Как там ощущалось, и какая сейчас ситуация? Я, если честно, даже не верила. Ну, то есть я такая думала, да какая-то фигня, ну типа закончится так же, как и началась. Но когда начали все закрывать, когда начали ставить комендантский час, когда начали ставить какие-то ограничения, закрывать все рестораны. Ямайка? Кингстон. Это то место, где всегда играет музыка. С утра до вечера везде играет музыка. Вернее, с утра до утра. Потому что в 5-6 утра заканчивается вечеринка, в 6-7 люди уже едут на работу. И это нормальное состояние Ямайки, когда ты просто выходишь на улицу в любом, в принципе, месте в Кингстоне, и ты слышишь музыку отовсюду, там из 3-4-5 разных мест. Но сейчас, на данный момент, ты выходишь вечером на улицу, и вокруг тишина. И это настолько не про Кингстон, что это даже странно. Это было весь вот локдаун? Это до сих пор так. Сейчас, насколько я знаю, на данный момент там комендантский час с 10 часов вечера до 5 утра. Были какие-то жесткие моменты. Были моменты, когда комендантский час был в 5 часов вечера. То есть с 5 часов вечера до 5 утра ты не мог вообще выходить. Были моменты, когда с 7 вечера было. Было там с 9. Были моменты, когда они закрывали всех дома на 3, на 2, на 4 дня. Не помню, на 5 было или нет, но 3-4 дня. Ты это все там пережила? Да, я была там все это время. Ты соблюдала все эти... Сначала, да, сначала я соблюдала. Потом я познакомилась с ребятами из Аптауна и не хочу, чтобы кто-нибудь ямайское правительство увидело это. Ну, конечно, мы соблюдали, да. Соблюдали. А сейчас все вечеринки, которые мы видим в Инстаграм, они тоже проходят подпольно, так скажем, да? Если это Аптаун, то вечеринки закрываются за час до комендантского часа, чтобы все успели доехать до дома. Если мы говорим про гетто, про стрит-вечеринки, то они заканчиваются в 11-12 в час, в два и так далее. Давай тут быстренько поясним для наших зрителей, что такое Аптаун и что такое гетто-то, видимо. Окей, на Ямайке, насколько я понимаю, на данный момент своей жизни есть прямо бедные люди, есть люди более среднего класса, это, соответственно, мидл-класс, и есть люди, которые вот богатые, которые держат какие-то у них там фирмы, какой-то семейный бизнес, это люди из Аптауна. И, соответственно, если у нас здесь в России разрыв не такой сильный, у нас большинство людей, они как бы среднего класса, то на Ямайке этот разрыв очень сильно чувствуется. То есть если это люди бедные, то они прямо бедные. Прямо, я не знаю, как они выживают, там типа, ну, пачка риса на неделю и норм. Бывает, что как бы нет вообще там денег или так далее. Вот танцоры больше относятся, ну, как бы изначально к этой категории. Есть средний класс, они в принципе нормально живут, и в среднем классе есть такое, что, ну, кто-то больше любит дэнс-холл и нормально к этому относятся, а кто-то больше стремится к Аптауну, и они уже такие больше за хип-хоп и все другое, потому что дэнс-холл это типа грязно. А в языковом плане есть ли различия между жителями гетто и Аптауна-тусовкой? Да, конечно, в гетто люди больше говорят на патуа, в Аптауне больше это чистый английский, потому что все-таки здесь от образования тоже зависит, да. Люди живут в гетто, у них достаточно мало образования, мало возможности получить образование, и люди из Аптауна, они больше, ну, ходят в какие-то институты, школы и так далее, их как бы обучают. Ну и насколько я знаю, поправь, если ошибаюсь, как-то до сих пор сохранилось, что если ты говоришь на чистом английском, то условно говоря, ты уже себя вписываешь какой-то вот на более высокую ступень социального статуса. Да, есть такое. На самом деле, мне кажется, даже двух лет недостаточно, чтобы понять вот какие-то все моменты, вот такие на Ямайке, потому что я все равно сужу как бы со своей стороны приезжего человека. И какие-то моменты мне действительно тяжело понять, потому что когда ты белая девочка из России, Европы, неважно, и ты танцуешь, еще и умеешь танцевать, то тебя, в принципе, принимают во всех тусовках, тебе везде рады. Любой переезд, как мне представляется, тем более переезд так далеко, это переустройство своего быта, то есть какие-то договоры с коммунальными службами, там, подключение интернета, вай-фая. Это ужасно, это настолько ужасно, что, ну, здесь, в России, когда я, например, снимала квартиру сама в Москве, я никогда даже не сталкивалась с такими моментами, ну там, ну интернет заплатить, ну там сколько у нас в России стоит, 500-700 рублей, ну заплатить, ну свет заплатить, ну сколько за месяц, тысячам максимум. И я даже не думала об этом. И, собственно, когда я жила в Airbnb, я же, ну, из России, тут такие цены дешевые на все, и я такая, типа, да, кондиционер, ну пусть поработает, да, там это, пусть поработает. И когда я начала снимать квартиру, сама, и платить за все эти счета сама, и я такая, так, кажется, пришло время везде выключать свет, везде переключать кнопочки. Что это за цифры были? Например, я снимала маленькую квартиру, такая одна комната, у меня не было ни кондиционера, ничего, просто один вентилятор, и там, ну, зарядки что-то заряжаешь. Мне обходилось электричество в 4-5 тысяч рублей в месяц. Офигеть. И это без кондиционера. Меньше 8 тысяч ямайских, это 4 тысячи примерно рублей, я никогда не платила за свет. Интернет — это вообще отдельная история. Это просто приключение целое. Интернет стоит в районе 3,5-4 тысяч рублей за месяц домашний интернет. Плюс, если ты хочешь себе безлимитный интернет на телефон, он будет стоить в районе 1,5-2 тысячи рублей. То есть бешеные просто цены космические на все коммунальные службы. Материться, если честно. А с водой, кстати, как? У меня два раза отключали воду. Видимо, это было весело. Это было отвратительно, потому что они всегда отключали мне воду в пятницу, а в субботу и воскресенье они не работают. Ну, в общем, мне сказали изначально, за воду, типа, там, небольшое, ну, может быть, 500 рублей. И так случалось, что я каждый раз забывала за нее платить. И у меня два раза случалось такое, что я просто включаю воду, а ее нет. Я спускаюсь к соседям и говорю, извините, у вас вода есть? Они говорят, да, у нас есть вода. И я понимаю, что, кажется, мне ее выключили. И я каждый раз, вот два раза мне такое происходило, я два раза переплачивала, там, примерно, 2-3 тысячи рублей за то, чтобы мне приходили и переподключали. И вот за полгода я платила где-то, блин, последний раз очень дорого, 28 тысяч ямайских я заплатила. Я не знаю, почему так дорого. Это было вот за 6 примерно месяцев. Это где-то 1014, получается. Да, 1014 я заплатила вот за 6 месяцев. Это были все небольшие, да, квартиры, как я понимаю? Это была вообще крохотная просто квартира, вот, ну, одна комната соединенная, типа, совсем крохотная кухонька и крохотная ванна. А какие-то еще бытовые проблемы тебя преследовали? Моя бомжарская квартира. Почему? Потому что, ну, нет каких-то нормальной там ванны или души, то есть все какое-то протекает, все какое-то вот полуразвалиное, там, тут дотронешься, что-нибудь отвалится, то есть вот такое. И за эту квартиру я платила примерно 35-40 тысяч рублей в месяц. Но эта квартира была в центре, она была прямо в Нью-Кингстоне, прямо в центре, в центре. Я специально, когда искала квартиру, выбирала себе в центре, чтобы я могла в пешей доступности дойти в любое место. Если ты выходишь в более дорогой сегмент, то у тебя уже более дорогой комплекс, у тебя там есть секьюрити, у тебя там есть бассейн, все более красивое, более спокойные соседи. У меня как бы считалось, что это больше такой миддл-класс, но как я понимаю, что есть все равно миддл-класс чуть-чуть более, как бы такой пониже и чуть-чуть более побогаче. И, соответственно, если ты живешь в более богатом комплексе, у тебя там, например, не знаю, там травят специальной жидкостью этих тараканов. Потому что на Ямайке вот такие гигантские тараканы. Вот такие. И я очень сильно боялась всегда таких тараканов. Но после двух лет на Ямайке я ничего не боюсь. Они твои друзья дать. В общем, я жила на втором этаже, и там такая лестница была. И вот у них там была тусовка. Прям вот под, ну, возле моей лестницы. И когда наступала ночь, они появлялись, и я всегда перебегала. Там такой метр буквально был такой травы, и там что-то влажное было, и они там все время тусовались. И периодически я могла сидеть и работать. И вот так вот краем глаза смотрю, и кто-то ползет. И я такая, а это мой дружище таракан. И он так вот ползет, и я вот так, то есть первый год я прямо кричала, я прям такая, о, боже мой, нет, у меня был спрей, я начинала их забрызгивать. На второй год, ой, не первый год, первый примерно шесть месяцев. И вторые шесть месяцев я уже такая. Ну ладно, тапок взяла, его прижала, и дальше сижу. Куда-нибудь там его кинула, в стороны. В общем, вот такие моменты. Еще соседи. У меня была какая-то парочка. Жаркая. Жаркая. Я не знаю, как они, ну, что они там делали. Было ощущение, как будто мужчина, он прямо бил ее, эту женщину, и она прямо кричала. И в какой-то момент я спросила у своих друзей, ямаецов, типа, а вот если это женщина, если ее бьют, что мне нужно сделать? Ну, как раз это тогда была очень остро поднята, эта тема в России, и я как-то начала ее изучать, я думаю, вот интересно, как у них на Ямайке. И мне сказали, никогда и ни за что в это не лезь. Просто игнорь. Типа, никакую полицию не вызывай, ничего, ты останешься в итоге виноватой. Я такая, окей, поняла, все, сижу, слушаю. И периодически это могло начинаться в 3 часа ночи, это могло начинаться в 7 утра, такие крики, вот так просто. Соседи, тараканы и бешеные цены. Зато квартира в центре. Зато квартира в центре. А, и еще очень шумно, потому что дорога и постоянно шумно, постоянно они ездят, постоянно все сигналят, постоянно кто-нибудь там слушает музыку. Слушай, ну а в целом о материальной стороне вопроса. Какие цены на продукты, вечеринки, что вообще, сколько стоит на Ямайке, сколько мне нужно рублей менять в месяц на ямайские доллары, чтобы там жить вообще вот в кайфе. чтобы в кайфе жить, я думаю, где-то 300 тысяч рублей. Я жила примерно на 100 тысяч, там 80-100, и я жила прямо как бомжа. То есть у меня, нет, у меня всегда были деньги на то, чтобы раз в день сходить в Старбакс, купить кофе. Потому что это тот момент, который давал мне чувствовать себя нормально, что я как бы нахожусь на своем каком-то нормальном уровне, а не бомжую на Ямайке. Потому что, ну, я привыкла в Москве, что я могу пойти в любое место, поесть, где хочу, попить кофе. И вот именно Старбакс давал мне такое ощущение, что я оставалась на плаву. Но у меня были такие моменты, когда у меня там, ну, нет никакой еды дома, например. Или мне нужно заплатить за электричество до там 25-го, и я знаю, что если я не заплачу в течение там 5 дней, то мне могут его выключить. И я с истерикой искала эти деньги, там эти 5-7 тысяч рублей, потому что понимала, что мне могут его выключить. В общем, нормально жить можно где-то тысяч на 300. Есть такой, я его называю свой дом мечты. Он находится прямо в центре Кингстона, прямо рядом с Хавэй Чи. На Хавэй Чи проходит очень много вечеринок ямайских, именно гетто-тусовок, стрит-тусовок. И этот дом, он такой супер-красивый, он с бассейном на крыше. Он такой аналог, очень крохотная версия Москвы-Сити. Очень крохотная, очень маленькая версия. Ямайский небоскребик. Ямайский крохотный небоскребик, да, потому что там очень мало таких высоких зданий. И, соответственно, он находится в центре. Там такие красивые, светлые квартиры, этот бассейн, все такое классное. Там security такое, что ты туда не пройдешь. А в моей ситуации с ямайскими танцорами это то, что мне нужно, чтобы я знала, что ко мне в квартиру один день никто не зайдет и не решит меня там замочить. Шутки шутками, но я действительно в какой-то момент начала думать о том, что типа у меня вот через забор перелез, вот уже моя квартира, какая-то там дверь-решеточка и деревянная дверь, как у нас вот между комнатами. И я думаю, ну, если кто-то что-то решит как бы сделать, то вот welcome. Об этом, кстати. В своем инстаграм-аккаунте ты публиковала следующий пост. Пять вещей, которым меня научила и Майка. Всегда закрывать сумку, чтобы из нее ничего не вытащили, не доставать телефон на улице, если достают, удержать очень крепко, постоянно смотреть по сторонам, чтобы понимать, что происходит. Я тут остановлюсь, потому что именно эти три пункта меня интересуют о безопасности на острове. До сих пор дергаюсь. Первая ситуация, самая, которая у нас сложилась, она была в самую мою первую поездку, это был 2016 год. Это было примерно там два дня до отлета, и мы решили пойти просто вечером, там буквально было идти ну 10 минут максимум, то есть там нужно было от Хава-Чи просто свернуть и ну вот как бы наш дом. И на нас напали тогда, это был 2016 год, нас хотели отнять сумки, нас было пять девочек, ну пять, мы думали, ну что может случиться, у нас пять девочек. Там была достаточно длинная такая дорога, плохо освещенная, всего две полосы в две стороны, ну или там четыре, ну в общем небольшая дорога. И они дождались, когда светофор со всех сторон красный, чтобы машины никакие не ехали. Я так предполагаю, что они следили за нами, ну достаточно долго, мы привлекаем к себе внимание. И когда мы дошли до середины дороги, это был как раз момент, когда у них загорелся у всех машин красный свет с двух сторон и к нам подъехало четыре парня на велосипедах и они начали отрывать, вырывать у нас, вот так у нас были такие сумки, у кого-то на поясные, у кого-то такие, они начали вырывать эти сумки и пытаться убежать. Вы отбивались? Я отбивалась до последнего и я знала про то, что они могут и с ножами быть, и с пистолетами, но, ребята, я только купила айфон в кредит и этот айфон был в сумке и я как бы, ну было буквально несколько секунд этих миллисекунд решить, что делать, отдать ему, потому что он вырвал и начал разворачиваться, чтобы уехать на своем, хотел сказать, в вертолете этом велосипеде. И я на него смотрю и думаю, ты что, охерел? Я буду за этот телефон платить год или там сколько, шесть месяцев, а ты будешь им пользоваться? Я думаю, ну паспорт как-нибудь разберемся, но там телефон, он хватает, вот так вот разворачивается и я прямо помню вот эту его, знаете, такую белую, белые такие у них маечки, есть Марина они еще называются. Марина, да. И я помню эту его белую маечку, как я его вот так вот хватаю за эту маечку, он такой на меня смотрит, типа, Я начинаю вырывать эту сумку И мы с ним сражаемся За эту сумку Она там открывается, что-то оттуда вылетает Ну не телефон и паспорт, какая-то мелочь В какой-то момент он выхватывает сумку Начинает уезжать И я его снова хватаю за эту футболку Вот так оттягиваю, подбегаю Хватаю эту сумку И в этот момент уже поехали машины И в общем какой-то такой мини-бас был И парни высунулись оттуда Начали на них кричать, и они уехали В итоге они у нас ничего не отняли Вы просто стояли вцепившись Да, то есть там одна девочка орала на дороге Типа, погите, другие сражались Я там сражалась И в какой-то момент, когда я у него отняла эту сумку Он начал уезжать Девочки сражались, я не знала, что делать Мне было так страшно, я просто побежала вперед Просто вот так вот я побежала вперед С выпученными глазами И когда остановился вот этот вот мини-бас И девочки такие Все, садимся, садимся Я смотрю и думаю, вдруг они заодно Сейчас нас вообще куда-нибудь увезут Но все было нормально Они, конечно, наорали на нас Они сказали, вы что, дуры? Зачем вы ночью поперлись на улицу Пять девочек, вы типа не в себе И тем более это был крисмос Декабрь, один из самых опасных месяцов Потому что очень сильно повышаются Вся вот эти вот кражи, вот это все Поэтому я, мне еще страшнее там вот быть в декабре А какие вообще, давай озвучим, правила безопасности на Ямайке Не ходить в одиночку где? Во сколько? Что нужно соблюдать, чтобы не попасть в такую ситуацию? Ну мы говорим про Кингстон Потому что если ты в курортной зоне То все с тобой нормально Если местные видят, что кто-то из таких же местных нападает на туристов Они сами с ними разберутся И поэтому там не процветает вот это вот все Поэтому люди, которые живут, например, в туристических городах Они не любят Кингстон Они говорят, пипец, у вас тут вообще очень страшно Могут напасть, могут то, могут все Они прямо, ну, не любят приезжать туда А в Кингстоне очень сильно, очень много воровства Даже среди местных То есть вырывают сумки, крадут телефоны, цепочки вырывают Все что угодно Нет никаких правил Это может с тобой случиться рано утром Это может с тобой случиться на пустынном месте Это может с тобой случиться среди бела дня Это может с тобой случиться в переулке Это может случиться в хорошем районе Это может случиться в плохом районе Это может случиться везде, где угодно. Ты можешь, не знаю, в магазин идти, и с тобой это может случиться. Это же была моя первая ситуация в 2016 году. А примерно в октябре-ноябре у меня случилась новая ситуация. Она была очень жесткая. То, что было в 2016, это просто цветочки. Я до сих пор дергаюсь. Рассказывай, что за ситуация. Я до сих пор, вот я в Москве, я иду с телефоном в метро. Я слышу, что кто-то начинает быстро идти, и я убираю телефон, либо я дергаюсь. То есть меня прям вот так передергивает, потому что мне кажется, что кто-то то ли бежит на нас, то ли хочет что-то сделать. Ну, вот такое ощущение. Я знаю все эти правила, и я их всегда соблюдаю. Те же правила, которые я написала в этой публикации своей. И я не достаю телефон. Если я хочу слушать музыку, я надеваю широкую футболку, засовываю там телефон куда-нибудь подальше, в лосины, чтобы он не был у меня в руках, или даже в сумке. Я просовываю наушники через одежду. Никогда стараюсь не доставать рядом с людьми. То есть даже если мне нужно достать телефон, я отхожу, чтобы видеть все, достаю и убираю. И дальше иду. Всегда стараюсь идти по более людным местам. И никогда стараюсь не выходить ночью. То есть если уже стемнело, даже до тренажерного зала, куда идти там, было от моего дома буквально три минуты, я старалась не выходить ночью. И я решила сходить в супермаркет. Днем. Это было примерно 5-5.30, но еще светило солнце, еще было достаточно светло. То есть оно уже близилось такое к закату, но еще было достаточно светло. Я могла доехать на такси, да. Но в это время в Кингстоне очень большие пробки. И я подумала, ну зачем я сейчас буду сидеть и 30 минут, когда можно дойти за такое же время, я могу прогуляться. Я вышла из своего дома по своей улице и свернула на Хавай Чи. В общем, эта улица считается одной из самых оживленных, опасных. И там постоянно что-то происходит. Постоянно кто-нибудь стреляет, кто-нибудь там что-нибудь делает, ну и так далее. Я шла, все было нормально. Я следила, я смотрела по сторонам. Ну, я всегда смотрю по сторонам. И в какой-то момент я смотрю на небо и думаю, блин, классный закат такой, вот бы его снять. Отхожу в сторону, прям подальше, чтобы видеть как бы все, что происходит вокруг меня. Достаю телефон, снимаю, убираю этот телефон, иду и дальше смотрю. В какой-то момент, это очень глупая ситуация, но у меня играл какой-то дурацкий микс. И там орал какой-то селект, типа вот так вот без остановки. Я думаю, ну вот он меня прямо бесит, я еще 20 минут так не смогу идти. Я опять посмотрела по сторонам и поняла, что никого рядом нет, что можно, в принципе, достать телефон. Я вот так из своих штанишек достаю этот телефон и думаю, просто вот один раз переключить. И я вижу вот так вот краем глаза вот здесь, как через дорогу на меня просто бежит чувак. А там было, чтобы вы понимали, одна дорога, вторая дорога и три полосы на каждой, то есть очень большая дорога. И он вот так по диагонали бежит прямо на меня, я держу телефон в этой руке. И это случилось настолько быстро, то есть перед этим я же посмотрела, его не было. То есть он как будто непонятно откуда вообще появился. И я понимаю, что все. И что я не успею ни в сумку убрать этот телефон, никуда. И я просто вот так вот его хватаю очень сильно. И он подбегает, я помню его этот безумный взгляд такой. Вот такой вот. И он хватает этот телефон с этой стороны. И мы с ним начали, ну, соответственно, опять я не отпустила телефон. Потому что, ну, у меня ничего нет, кроме этого телефона. Я работаю через Инстаграм. У меня там все, у меня там вся связь. У меня все банковские карты. Ну, то есть я бы ничего не смогла сделать без телефона. Я начинаю ему орать, пожалуйста, я дам тебе денег, мне нужен этот телефон. И мы с ним сражались. Естественно, он это сделал опять в тот же момент, когда со всех двух сторон горел красный свет и никого не было. И через вот эти вот шесть полос, получается, были люди только вот в той стороне. И я просто кричала. Просто дурнятина я орала, help me. Мне кажется, на все хавычи. Слышали это просто все. И мы, в общем, с ним сражаемся там за этот телефон. В какой-то момент я падаю на землю, я хватаю его за ногу, он тащит меня. У меня все колени содраны, все локти содраны. Я его не отпускаю. На телефоне висишь, что ли? То есть я не помню. Мне кажется, что это длилось целую вечность. Но по сути, я думаю, что это длилось несколько секунд. Потому что люди с той стороны, они не успели даже, ну, даже двинуться в нашу сторону. То есть они увидели, они успели только начать там, типа, вот так вот. И все. И как бы это происходило очень быстро. Но, естественно, в моем мозгу это было все в каком-то slow motion. Каким-то образом я стою все это время, телефон как бы у меня схвачен в руке. И в какой-то момент он вырывается. То есть у меня соскальзывает телефон. Я хватаю его за футболку, и он убегает через дорогу. И в этот момент уже начинают, ну, двигаться машины. То есть я вижу, что машина уже начинает ехать. Даже мысли не было, что я вот все-таки осела и заплакала. Я вот так поворачиваюсь, смотрю, что машины далеко. И просто делаю шаг, и начинаю бежать за ним. И с этой стороны я чувствую такой бум. И я просто валюсь на землю вот так вот с высоты. И вот так вот типа головой ударяюсь телом об землю. И вот так просто лежу. Меня так чуть-чуть внутри потрясывает. Я не понимаю, что происходит. Я вижу вот так вот краем глаза, как он убегает. Я вижу, что машина начинает ехать. А я лежу как бы на крайней полосе посреди дороги. И я понимаю, что мне нужно встать. Я вот так вот встаю, сажусь на бордюр. Потому что у меня не было сил даже сойти. Ну, как бы перейти туда подальше. И я поворачиваю голову и вижу скутер. Много сейчас таких на Ямайке. Они разводят всякую еду. Я не знаю, как он оказался с этой стороны. Ехал против машин. Может быть, он увидел, что мы с этим чуваком сражаемся. Он хотел подъехать и помочь. Я без понятия. Он мне въехал вот сюда в ногу. Рулем он меня ударил в бедро. И я, короче, свалилась. Но это были цветочки. Значит, сажусь я на этот бордюр. Сижу и думаю только о телефоне. Проходит буквально несколько секунд. И я слышу. Бам-бам-бам. И просто три ганшота. И я вот так поднимаю глаза и думаю. Пиздец. Вот оттуда, куда он убежал, да? Это вот в ту сторону, куда он убежал, да. Я услышала три ганшота. И это все очень быстро происходит. Все машины уже едут. Все начинают останавливаться. Все выскакивают из машины. Все начинают. Вот это вот. Чего происходит? Я вот так сижу. С меня течет кровища с коленок, с локтей. Я вот такая вся потрепанная. Сходила в магазин называется. Я смотрю по сторонам. Было очень много машин, которые остановились. И я только повторяю. Типа, где мой телефон? Где мой телефон? Где мой телефон? Они такие, все нормально. Твой телефон у нас. Мы его типа забрали. Они мне отдают этот телефон. Весь экран разбит. Но я понимаю, что как бы я могу поменять просто экран. И все, как бы у меня вся информация сохранится. И меня берут ребята, переводят через дорогу. Я подхожу, с меня течет эта кровища. Этот чувак, который пытался у меня отнять телефон, лежит на земле. Над ним стоят куча, вокруг стоят куча просто ямайских людей. Все на него орут, все его тюкают. И стоит просто такой чувак высокий, такой худощавый. Мне так кажется, я не помню. С такой мачете. И просто он говорит, еще раз так сделаешь. Ну что-то такое. Мент всех отталкивает, говорит, спокойно, спокойно, спокойно. А, и полиция там тоже уже. Один был, да. Один был полицейский, который проезжал просто мимо. Это я потом узнала. Он просто проезжал мимо, он услышал как раз выстрелы и подъехал туда. И в общем, по сути, он спас этого чувака. Как мне потом рассказывали, на Ямайке есть такое, оно называется правосудие джунглей. То есть ямайцы очень сильно не любят вот этих, которые воруют, которые там убивают, которые что-то плохое грабят, еще что-то. И когда они видят таких людей, и когда у них есть возможность поймать таких людей, они начинают как раз вот это вот правосудие устраивать сами. Если бы этот полицейский не приехал, я думаю, что они бы его вполне могли очень сильно избить. Прямо до, ну, летального. Кто стрелял-то? А, как мне потом объяснили, стрелял какой-то таксист проезжающий. Потому что у многих, в принципе, таксистов с собой как бы лежит вот, ну, пистолет на всякий случай. И, соответственно, кто-то просто вытащил пистолет и просто три раза стрельнул в воздух. Ну, как мне потом объяснили, что если бы он условно не остановился, то следующий бы выстрел полетел бы в него, и они это знают. То есть можно сказать, тебя ямайцы сами спасли из этой ситуации. Когда меня спрашивают, как ты после таких ситуаций до сих пор живешь на Ямайке или хочешь жить на Ямайке, ну, вот. И это был мой следующий вопрос. Ну, потому что в семье не без урода, но везде есть какие-то такие люди, которые хотят что-то плохое сделать. Ну, и что? Это же не вся страна. Вокруг меня стояло 20 человек, которые мне помогали, которые его остановили, которые вернули мой телефон. Если бы не они... Я думаю, что если бы такая ситуация случилась в России, люди бы не остановились. Спасибо всем. Спасибо большое. А были еще какие-то истории, которые тебе доказали, показали, какие там классные люди? Да, очень много. Какую-нибудь еще одну? Из-за того, что у меня как раз были проблемы с переводом денег, потому что у меня тупо закончилась банковская карта, я же не знала, что я на два года еду. И я могла использовать только Western Union, чтобы перевести себе наличку. В общем, я прихожу купить еды, они мне говорят, терминал не работает, заплатить вы не можете, только наличкой. И мне не хватает там каких-то 50 ямайских, типа там 25 рублей. Я стою и говорю, ну и что мне теперь делать? Я не могу снять деньги, у меня такая-то, такая-то ситуация. И заходит мужчина, он как бы слышит всю эту ситуацию, он ко мне разворачивается и говорит, сколько денег надо? Я говорю, ну там типа 50, он дает мне 100, говорит, ну на там, типа вообще все нормально. Причем он не из каких-то там богатых, небогатых, ну то есть обычный такой вот, может быть он там таксистом работает или кем-то. И все. Были моменты, когда только карантин начался, когда там у меня тоже не было налички, чтобы доехать там на автобусе. Там есть такие либо автобусы, либо маршрутные такси, но у меня не было денег. Я захожу в этот автобус и говорю, а можно вы меня довезете, но у меня нет денег? Они говорят, да, садись, типа дай, довезем. То есть, несмотря на тараканов, сложную ситуацию с преступностью на острове и гигантские счета, вот это перевешивает? Перевешивает, знаешь что? Я когда жила, ну вообще в России и в Москве в частности, очень сильно меня напрягал вот этот момент, когда ты просыпаешься утром, ты смотришь в окно и ты думаешь, а сегодня солнце будет или нет? И ты как бы понимаешь, что скорее всего ответ нет. Меня это напрягает, ну мне прям, я такой человек, я не люблю жариться на солнце, но я люблю, когда оно есть, как-то радостнее становится. На Ямайке ты знаешь, что каждый день будет солнце, погода, потрясающее море Карибское. Красивее этого Карибского моря я не видела, ну то есть это что-то с чем-то. Природа очень красивая, климат очень мне подходит. Но это все не так важно, как два пункта, лично для меня. Почему я выбираю на данном этапе своей жизни ехать туда и жить там? Это музыка и то, что меня там принимают тем, кто я есть. Музыка это элементарно. Я иду в супермаркет и я слышу данс-холл. Я иду по улице и я слышу данс-холл. Я сажусь в такси и я слышу данс-холл, они, Тимати, все танцуют локтями. Иду куда угодно и я слышу данс-холл. Я иду на гетто-вечеринку, я слышу данс-холл. Я иду на аптаун-вечеринку. Даже если на аптаун-вечеринку никто не танцует, но я слышу там данс-холл. Я могу танцевать, мне в принципе много для счастья не надо Мне нужно слышать музыку и иметь место, где я могу потанцевать И вот этот момент очень сильно меня радует Потому что я очень сильно люблю данс-холл музыку Я из тех людей, кто слушает данс-холл постоянно Есть такие танцоры, я знаю, которые танцуют данс-холл, практикуют Но они не слушают его в свободное время Я слушаю на трене, слушаю на тусовках, слушаю дома Слушаю, когда принимаю душ, слушаю, когда готовлю еду Но для меня это норм, я прям люблю И еще один очень большой момент, такой, прямо крупный для меня Если я на Ямайке говорю о том, что я танцор, меня за это уважают А здесь нет Ну, мои родственники мне говорят Чего все свои танцульки танцуешь, когда нормальную работу найдешь? Ну, уже не говорят, потому что я уже научилась отвечать На Ямайке очень легко, например, начать разговор Где угодно, в такси, на улице, где угодно Если вот здесь начать так разговор с кем-то, например, там, в электричке И мне скажут, а чем вы занимаетесь? Я скажу, я танцор А на меня так посмотрят, типа Ну, как к чему-то несерьезному Да, ну, типа ты какую-то херню делаешь Особенно, если узнают, если зайдут ко мне в инстаграм Увидят, что я еще и жопой трясу Типа, ну, это вообще, типа, смех И мне очень нравится этот момент, что я могу с людьми там общаться Наверное, мне все-таки нравится вот это Когда ты чувствуешь какое-то чуть-чуть восхищение от людей Которые смотрят на тебя и такие Блин, и на голове умеешь стоять И в шпагат умеешь прыгать То есть они прямо искренне этим восхищаются И типа, вау И ты знаешь, как богал-данс делать И ты знаешь, кто такой богал И ты знаешь все движения динг-донга И ты такой, типа Сидишь и такой, ну, да То есть мне и майку Каррида приехала за респект Да Такая, хоть где-то мне его дали, наконец-то Данс-холл Всех, с кем говорю об этом, в первую очередь прошу дать определение Что такое данс-холл? Это танец, зародившийся на Ямайке Появившийся условно в 80-е и 90-е годах И в этом танце есть женский подстиль и мужской подстиль Мужской подстиль в свое время делится на Old School, Middle School, New School И New School делится еще на всякие штуки И есть женский, который тоже делится на старую школу Среднюю школу, новую школу И Dance-холл Queen Style И под каждый из этих стилей, подстилей Есть своя определенная музыка Многие люди говорят, что в данс-холле много правил Для меня данс-холл это про свободу Для меня данс-холл это про радость И про какое-то такое светлое и хорошее ощущение внутри Даже несмотря на слова в песнях, которые могут быть достаточно грубые, часто, злые даже Или даже несмотря на то, что иногда происходит именно в танцевальной культуре Для меня Dance-холл это про любовь, про свободу А как ты попала в эту культуру? Понимаю, что у тебя, знаю точнее, что у тебя очень длинный, интересный путь Постарайся вкратце нам о нем рассказать Если вкратце, то изначально я начала танцевать хип-хоп Занималась этим пять лет В какой-то момент я поняла, что мне перестал нравиться этот стиль Потому что он стал меняться, и я не смогла принять эти изменения Мне стало некомфортно в хип-хопе Я начала искать что-то другое И в этот же период своей жизни я познакомилась с парнем Который танцевал в Dance-холл Влюбилась в него И подумала Надо мне ему доказать, показать, что я тоже могу в Dance-холле быть классной И я в этот момент вообще не любила Dance-холл То есть это тогда еще называлось даже не Dance-холл, а Raga Jam И я думала, что это про какие-то дурацкие движения Типа там, сеем зерна, солнце, дождик, белье, беду, шейки, зубы чистим, вешаем белье И вот я думала, что у Raga Jam на тот момент есть две грани Вот эти вот дурацкие какие-то вообще мувы Вот эти вот движения, типа там, сеем зерно И когда ты стоишь на голове и трясешь То есть для меня ни вот это, ни вот это не подходило Я такая, типа, серьезная была на рэпе из хип-хопа Я такая прям в широких штанах, в широких футболках Какой на голове стоять и жопой трясти, типа вы о чем? В общем, да, ну и я в него очень сильно влюбилась Это мальчик был моя первая любовь И мне очень сильно нужно было ему доказать, что вот, типа, меня можно любить Потому что я вот достойна Вот я таким способом пыталась ему показать Доказала? Ну, в итоге, а круче, чем он в 20 еще раз сейчас, но А он танцует, Данс Холд Ну, где-то там танцует, да Я очень благодарна, что эта ситуация случилась Очень сильно, потому что я тем самым смогла найти себя Если бы я не встретила его, не влюбилась в него Не начала танцевать Данс Холд То я бы и не жила на Ямайке сейчас Представляете, какая вообще просто связь А через буквально два или три месяца после того, как я начала заниматься Я узнала, что вот делают Big Up Camp Собственно, это был 2013 год В общем, я поехала в этот танцевальный лагерь И все И я поняла, что что-то там такое Типа, вау Типа, вау И там были ямайцы И я туда приехала Я, между прочим, приехала в этот лагерь И я знала уже около 20 движений Кто танцует в хип-хоп, тот знает Что если ты знаешь около 20 движений в хип-хопе Ты знаешь почти все И я приехала вот с таким видом Типа, я вам тут сейчас всем покажу Что такое Данс Холд? Да, я была очень молодая Типа, там эго перла, конечно И я прямо ехала И я вам всем покажу На третий или четвертый день Я вот так сползла по стене Сел, смотрела на всех И чуть ли не плакала Потому что я не понимала, что вообще нахер происходит в этой культуре Ну, типа, я за 4 дня, 4-5 мастер-классов в день Ни разу не встретила тех 20 движений, которые я учила И я такая сижу и думаю Чего? Ну, в общем, уехала, конечно, я не с таким ощущением, что я очень классная Но меня зарядило очень сильно Я думаю, сейчас, кстати, все узнали свой первый ДХИ или Бега в Кэм Когда ты приезжаешь с пятеркой выученных степов И думаю, сейчас я вам покажу А потом такое Ну, в общем, я не знаю, как это случилось Я просто Но первые примерно полгода, может быть, даже год Я работала над собой, как не в себя Чтобы ему доказать Я вот сняла видео Я вот преподаю в этой студии Я вот, то есть У меня была такая мотивация Я так впахивала, как никогда в жизни Я столько часов тренила Я в свободную, каждую свободную минуту Сидела на Ютубе Искала название движений Кто что создал Ну, то есть я прям У меня была цель Я думаю, что этот парень был мне дан Чтобы я как раз-таки пришла Ну, к такому результату достаточно быстро А потом как-то само все случилось То есть в погоне вот за тем, чтобы ему что-то доказать Я пришла к тому, что я такая О, вау, мне очень нравится Типа, вау, мне прямо нравится И даже нравится больше, чем он И все И так случилось И я мечтала поехать на Ямайку с самого начала Когда я узнала, что вообще вот это все с Ямайки И что там все это можно потренировать, увидеть С 2013 года я, естественно, как и любой дансхольщик не мечтала поехать на Ямайку Ну, и говорят, что ты не узнаешь настоящий дансхол, пока не побываешь на Ямайке Это утверждение правильно, на твой взгляд? Я считаю, да Почему? Я считаю, это точно так Если можно так сказать То тот дансхол, который нам привозят сюда Даже если это, да, Ямайцы приезжают Даже если их там будет 20 человек Это не по-настоящему, как будто бы Сейчас объясню, почему Потому что нет вот этого вот чувака с корзиной, который траву продает Нет вот этого вот чувака, который жарит курицу на выходе И нет вот этого запаха Джорк Чикен Нет кучи людей, которые стоят вокруг Вот такие стильные, модные все Ну, то есть это, когда ты видишь это Когда ты чувствуешь это, это по-другому В любом случае это лучше, чем ничего Когда ребята к нам приезжают и дают мастер-классы Но ты не можешь это так почувствовать И они все равно не так сильно раскрываются, как если мы видим их на Ямайских вечеринках Потому что на Ямайских вечеринках ты видишь их настоящими Они прямо расслаблены, они танцуют со своей командой А у нас они все равно более, ну, такие То есть должна создаваться такая вот атмосфера именно ямайская И воссоздать ее невозможно Я думаю, что невозможно Даже те ямайцы, которые переезжают в Европу, они начинают это со временем Ну, как я это вижу, я могу ошибаться Они начинают это терять Я не знаю, мне кажется, что этот остров, он вообще какой-то волшебный, если честно Первые свои пять поездок на Ямайку Я каждый раз, когда оттуда уезжала, я рыдала, как не в себя У меня было ощущение, что у меня просто вот так вот кусочек изнутри, из центра взяли Вот так вот вырвали, оставили там, искали, едь в Россию Я тогда даже не понимала, что я вообще могу решиться туда переехать Для меня это было невозможно Типа этого не существовало вообще в моей реальности А в какой-то момент я подумала, что да, я могу, почему нет О данс-холл вечеринках Расскажи, какие бывают данс-холл вечеринки на Ямайке Чем отличаются друг от друга Первое, наверное, с чего стоит начать Это, что с каждым годом, как бы это грустно не было Но вечеринки становятся менее крутыми, чем они были до этого То есть, если взять мою первую поездку на Ямайку в 2016 год Ну или там в 2018, когда я поехала второй раз Это были такие вечеринки Это типа, ну... О, блин, я когда вспоминаю, у меня аж мурашки Почему? Потому что очень много ямайских танцоров жили на Ямайке Сейчас очень много ямайских танцоров живет в Европе Соответственно, кто делает всю атмосферу на вечеринках? Танцоры Соответственно, когда танцоры стали огромным количеством переезжать в Европу В какие-то другие страны Ряды танцоров на ямайских вечеринках стали редеть И, соответственно, атмосфера уже не та Моя первая вечеринка, это был 2016 год Значит, есть знаменитая Up on Monday И перед этой вечеринкой, капитан Манды, прямо через дорогу проходила мохито-вечеринка И вот они были такие очень известные Очень часто танцоры на них ходили Значит, я захожу Вот здесь стоит полный состав команды BG Dancers Здесь стоит полный состав команды Elite Team Здесь полный состав Supreme Blast Ну и так далее Так прямо по кучкам Вот так вот, то есть вот круг Вот кучка, вот кучка, вот кучка, вот кучка, вот, 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 вот И они вот так И ты можешь себе представить эту энергию? Где-нибудь в центре стоит кентая, который там с телефоном или зонтиком Или там с калькулятором или еще с чем-нибудь Тогда были времена, это был 2016 год, когда вышел степовый трек Ски-ски-ски-ски-ски-ски-ски-ски И он ходил с такими короткими лыжными палками С такой вот этой Я видела этот прикид, да Вот этими очками для, типа, для сноуборда И у него был искусственный снег где-то в кармане И каждый раз, на каждой вечеринке, когда начинал играть этот трек Каким-то образом он успевал достать этот снег И в момент, когда он поет ски-ски, он делал так Ски-ски-ски-ски Летел этот снег Я просто стою и думаю Че вообще происходит? Это было очень круто, очень круто, просто невероятно Как проходят вечеринки? Есть определенные тусы Гетто-тусы, они проходят в определенные дни И в основном это будни, как было бы ни странно Мы говорим про раньше Сейчас очень многих вечеринок нет Потому что как раз там комендантский час до сих пор И вот это все И это как бы долгое время было незаконно вообще Там нельзя было собираться больше 20 человек Соответственно люди не могли делать вечеринки Но они все равно продолжались Но в основном во всяких гетто-районах Куда особо полиция не любит приезжать Поэтому вот А еще есть такая вечеринка, которая постоянно проходит В любое, так сказать, время И независимо от законов, от правительства ямайского Это вечеринка в церкви Что за вечеринка в церкви? И селекта такой говорит Спасибо Господу За то То есть реально в церкви идет тусовка Без шуток Я заплачу Когда я первый раз обратила внимание на то, что этот селекта говорит Спасибо Господу За то, что мы имеем возможность Танцевать здесь, находиться здесь И я такая И после этого он включает какой-нибудь там трек Типа, где кто-нибудь поет Какие-нибудь вот эти все пошлые штуки Либо это женский трек Либо там Очень какой-нибудь обычный Это грубый, жесткий трек И ты понимаешь, как это все нелепо выглядит Типа, вместе с тем контекстом Когда он говорит о том, что Господи, спасибо И все ямайцы такие Пау, Пау, Пау Господи, спасибо И все Бегап, бегап И он включает какой-нибудь трек И там кто-нибудь поет Типа, йо, гель, вайн, пандикаки И что-нибудь там И ты такой, типа Спасибо Господи Спасибо Господи За то, что я могу сегодня повайнить В общем, эта вечеринка в церкви Она проходит постоянно Обычно, когда я тусила уже со своими новыми UpTown друзьями Я всегда говорила Поедем, поедем в Чордж Поедем в Чордж Поехали в Чордж Я хочу на вечеринку в Чордж И, в общем, мы когда туда ездили Было весело Там немного танцоров Там не такое, как я рассказывала Как было в 2016 То есть там достаточно маленькое количество танцоров Но атмосфера прикольная Что делают большинство людей на ямайской вечеринке Просто стоят Слушают музыку Закручивают себе косяк Курят, пьют И слушают музыку И все То есть вот это ощущение у русских людей Что как будто бы на ямайке все танцуют Это неправда Я тоже так думала Очень долго думала так Но вот ямайка Вот ямайка И вот примерно, если мы берем всю эту ямайку То вот столько людей танцуют А все остальное Это обычные люди Которые вообще не шарят Ни про какие вот эти вот Десять тысяч движений в секунду И вообще не знают Что это и что такое существует Они знают, как делать Do it bounce Do it bounce Потому что это популярно Потому что они это слышат Но вот это вот То, что у нас тут в России все учат Никто не знает про это Всем по херу Знают популярное Вот то, что популярное Знают Вот, например Новый сейчас актуальный мув Rifle Walk Его знают все На оптан вечеринках На гетто вечеринках На оптан вечеринках Очень редко люди танцуют Но когда играет песня Вот как раз не вот степовый трек Который там динг-дон записал Еще ребята записали А вот именно Трек интенса Yahoo Boys Когда он играет Все начинают ходить Все начинают бегать Очень популярный сейчас Очень весело и очень популярно Да, ну и так же Ждете баунс, когда ты делаешь здесь Всякие вот такие движухи Их знают Я не знаю, как они распространяются Но просто люди приходят на вечеринку Диджеи ставят такую музыку И кто-то начинает танцевать Они просто видят, что кто-то танцует И они это подхватывают Такие движения популярные Потому что они легкие Потому что данс-холл Изначально не про задротство Насколько я понимаю А про то, чтобы кайфовать Потому что изначально Когда Богл начал придумывать Все эти движухи Он не придумывал 100 движений в день Сколько он делал движений? Одно движение в год В полгода В два года иногда И было всем кайфово И все танцевали Этот зип-итап Без остановки Год-два С вечеринки на вечеринку И сейчас эти 10 тысяч движений И теряется самая суть Данс-холла На мой взгляд Я могу быть вообще не права Но на мой взгляд Теряется вся суть Данс-холла Вот в этом огромном количестве Движений Потому что суть Данс-холла Это свобода Любовь И кайф Ты просто кайфуешь Ты танцуешь Поэтому вот такие движухи Лега де бёрд Лега де бёрд Все, что тебе нужно делать Вот так вот ручками и пачками Да моя мама сможет это сделать Это весело Никто друг друга не судит Никто не смотрит Не пытается уловить эти 100 движений Вот эти вот женские Вот эти рутинки Похожие на кунг-фу Ну типа все просто кайфуют Если это женский трек Все просто стоят Вайнят и кайфуют Мой самый первый тренер Дал мне классное определение Данс-холла Данс-холл это вечеринка И всё Не думайте, не парьтесь больше Данс-холл это вечеринка Мне кажется, это перекликается Сейчас с тем, что ты говоришь Да, это правда Но, знаете Например, люди, которые занимаются инвестициями Когда они уже отучились Как ими заниматься Они понимают, что в принципе Там нужно делать один, два, три, четыре Всё Но для нас, людей Которые, например, инвестициями не занимаются Это сложно, кажется Вот так же и в данс-холле Прежде чем прийти к тому, что данс-холл это вечеринки Тебе нужно чуть-чуть постараться Почему? Потому что, ну простите Но мы русские люди Белые Выросшие вот среди таких танцев Стут-стут-стут-стут-стут-стут-стут-стут-стут-стут-стут А какому мы можем груди говорить? О каком, там не знаю Вайне? Не умеют люди этого делать в России Потому что там Вот с таких вот годов лет таких маленького такого возраста уже все танцуют если у нас ребенок танцует и вы что-то дрыгаешься на ямайке если ребенок танцует ему хлопают его ставят вперед говорят давай давай еще и я думаю что это есть в каждом из нас самого детства но просто нас в россии затюкивают самого детства и достается сложно пик до а там это все более натурально поэтому нам прежде чем прийти донс-холл вечеринки нужно там технику выучить понять вообще как наше тело работает а сколько кстати стоит мастер-класс на ямайке примерно четыре ну наверно за четыре уже нет тысячи ямайских две с половиной три-четыре тысячи рублей за один мастер-класс и раньше когда на ямайку мы ездили вот типа 2018 16 все ямайцы велик вас по два часа 2 3 4 часа сейчас очень многие ведут по европейской системе 1 час или там 1 час 15 минут у меня вот такое типа но это странно по мне даже я не веду индивы по одному часу потому что понимаю что за один час ты ничего не успеешь дать если кто-то хочет у меня взять индиву я говорю два часа минимум мы ничего не разберем знаю что тебе удалось сняться в клипах у многих известных танц-холл артистов это был твой план ты так задумала или это случайно вышло позвали в один клип за ним другой первый большой артист у которого я снялась наверное это все-таки был шон пол очень интересная история как на меня вышли мне просто написала девочка в инстаграм не девочка парень мне пишет здравствуйте типа там вы в кингстоне на ямайке мне тут дали ваши контакты кто-то там вот мы клип снимаем не могли бы вы еще там нам нужны три девочки сняться в клипе я даже тогда не знала сколько платят за съемки а сколько платить очень мало платят 5000 рублей за съемки в клипе обычно я ему говорю ну 10 тысяч типа 20 тысяч майских он горит ну хорошо найдете еще три девочки я говорю ну хорошо захожу к нему на страницу ничего не понятно с кем он работает куча каких-то артистов ну с большими именами но непонятно кто именно будет я ничего не знаю собирают девочек позвала тогда али ваниль агу жасмин и мы приезжаем нас собирают в одном месте мы приезжаем на студию шона пола и я такая что ты почувствовала я подумала вау серьезно это типа это серьезно происходит со мной то есть меня не кто-то там какая-то моя подружка взяла с собой там а то есть меня нашли через инстаграм им понравилось как я танцую и они меня позвали к шону полу к шону пол чтобы вы понимали как до того как я еще начала танцевать я помню у меня в гостиной значит дома стоял телевизор и я смотрела этот клип шона пола самый известный и я смотрела как там танцуют девочки хоть мне не нравился данс холл когда ты стоишь на голове и трясешь но вот в этом клипе мне нравилось как танцуют девочки как некрасиво вами то есть это было супер стильно и я смотрела тогда и я помню свои чувства вот я никогда в жизни не смогу быть одной из таких девочек которые танцуют вот в клипе такого артиста вот это был шон пола выведен нюш мурашки и я что я могла почувствовать когда я спустя энное количество лет сижу в его студии на ямайке и вот-вот буду сниматься в его клипе можно заматериться в ахуе была я тебе такая да не вы чё гоните да я же типа девочка из подмосковья которая начала танц холл танцевать чтобы своему парню доказать что я классная тебе сижу на ямайке в студию шона пола серьезно слушай ну и какой шон пол он такой прекрасный мы значит стоим на этой горе ждем пока все там настроить я вижу его и я такая это что шон был он такой это что кориге детка так не подавать виду не подойти он ко мне подходит это протягивает руку и говорит привет меня зовут шон и я такая я знаю он такой а как тебя зовут а все ли хорошо тебе там поесть попить нужно что-нибудь если нужно говори мне и вот как раз после этих съемок у меня сложилось впечатление что все артисты в принципе должны быть такими но нет но нет более крупные артисты и более известные артисты они ведут себя как шум пол например спайс ведет себя ты с ней тоже работа я работала со спайс один раз господи у меня есть видео прямо со съемок где слышно как она мне поддерживает и как она мне кричит вы можете себе представить типа опять же тоже девочка из подмосковья типа танцует на съемках у спайс по сидит так вот на стуле значит такая классная и я просто делаю к этом стойку на голове какие-то там шпагат и она орет я папа и ждем что-то я не знаю бомба кратбок не знаю не помню что она кричал и я когда это слышала когда в момент когда я танцевал не хотел сделать еще больше еще больше еще больше но я все равно мне кажется я до сих пор не осознаю то есть даже вообще на каком я уровне то есть когда мне люди что ты там типа танцевала там работала с тем я открою не могу что ли принять что да действительно работала с айдони работала с бенюманом работала ну из новых артистов со скиллибэнгом с интенсом могу сказать что ну вот реально более молодые артисты такие как интенс и скиллибэнг они более мне кажется они еще просто не знают как себя вести то есть если шон пол вот именем подходит и говорит привет я шон если спать заходит и говорит привет девочки всем как дела у вас все нормально давайте сейчас тут вас накормим напоем все ли хорошо быстренько сейчас отработаем я вас задерживать не буду и вы пойдете домой она профессионал она знает как работать или айдонио который вот так вот стучится к нам в раздевалку и говорит девочки вам что-нибудь еще нужно и мы таким нет мне нужно такой ну ладно если что зовите и ты приходишь на съемки там к ребятам к молодым например к интенсу я очень люблю его музыку я обожаю его музыку я ее слушаю не прямо так классно становится но когда мы пришли к нему на съемку он даже не посмотрел в нашу сторону даже привет на мне сказал я потом очень часто с местными разговаривала с ребятами там с режиссерами с операторами с разными людьми и спрашиваю почему так и они мне говорили ну просто они только начали они еще не знают как себя вести они не понимаю не пока суперзвезд да еще у многих такое ощущение типа суперзвезда у меня была одна ситуация я очень сильно хочу поделиться в общем такой начинающий артист ну как бы у него там какое-то видео выстрела несколько видео там типа полмиллиона просмотров ну в общем прикольную музыку делает один из моих знакомых танцоров позвал меня потусть это было прям перед тем как я уехала с снимайки он говорит мы тут тусуемся классно все ну что такое в понимании танцоров тусуемся это все сидят в одном месте все в своих телефонах и если есть какая-нибудь девочка только не обязательно кто-нибудь подкатывает этой девочкой была я меня позвали на эту тусовку я значит просто дома я прихожу и вот этот артист а я с ним работала сколько-то там год назад в каком-то его видео и он не начинает заливать типа ты мне так нравишься я тебе целый год думал я вообще не мог спать не мог есть не мог дышать а я типа сижу да 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 он очень сильно на меня как бы давил но в плане ну давай а пойдем со мной в комнату в мою поговорим я горит и кто вообще такой чтобы мне такое предлагать пойдем там туда-то а давай там пытается как-то дотронуться за руку взять еще что-нибудь и в какой-то момент я просто говорю ты меня задолбал и пошла села в другое место и значит сидели еще несколько человек и один из парней видать который его там друг или я не знаю как машина там продюсер или кто вообще пофигу и он так встает и говорит мне а ты кто вообще такая чтобы с нашим артистом так разговаривать ну а я в таких ситуациях очень борзая ну то есть со мной лучше вообще в таком тоне не разговаривать я могу быть очень милый могу быть очень добрый но когда я вижу неуважение в свою сторону когда я 10 раз объяснила человеку не зови меня к себе в комнату не трогай меня и не подкатывай ко мне не пытайся меня уломать на что-либо то ни было я говорю извините да хоть он сам вайпс картель хоть он кто угодно я что должна сделать сейчас ноги раздвинуть вот тут и сказать ему давай вот эта ситуация дала мне очень много я поняла что если бы я не была такая борзая если бы я уже не знала как это все работает я бы первое что подумал что я сделала что-то не то я бы подумала типа блин наверное я как-то себя очень грубо повела второе что я бы подумала это что наверное мне следующий раз не стоит отказывать или не стоит такой грубый быть соответственно некоторые люди из вот как раз либо музыкальной индустрии либо танцоры они очень умеют тебя психологически прогибать и делать так чтобы ты еще и почувствовал себя виноватой то есть мы понимаем да сейчас я рассказываю эту историю что ничего плохого не случилось парень очень открыто пытался ко мне подкатить чтобы продолжить нашу с ним встречу скажем так я ему отказала несколько раз объяснила из другой чувак попытался меня продавить еще раз надавив на его авторитет и сказав что он вообще-то артист а ты вообще кто такая как ты смеешь с ним так разговаривать и я понимаю что если бы я была не не я вот которая я сейчас прошедшая через свой опыт что это могла бы ситуация очень сильно меня вот ну прессануть и я бы начала думать что со мной что-то не так и почему не захотелось этой ситуации поделиться потому что все все кто смотрит сейчас этот выпуск мне хочется чтобы вы знали нормально говорить нет нормально говорить парням нет я не хочу с тобой общаться нет я не собираюсь это обсуждать и нет я не пойду с тобой ни в какую комнату и никуда и пусть вас обвиняют как угодно пусть говорят что угодно но вы поступаете правильно вы делаете нормальные вещи вы делаете то как вам удобно потому что обычно после этого начинаются еще какие-то разговоры типа да ты то да ты это и девочки они не хотят вступать в какой-то конфликт и многие готовы как бы под как это сказать уступить уступить лишь бы про них что-то там лишь бы не начался конфликт короче это нормально отказывать особенно на ямайке на ямайке мужчины очень ну они нормально себя чувствуют они очень уверенные в себе я думаю сейчас этой деликатной темы мы как раз перейдем к вопросу который как мне кажется заинтересует многих наших зрителей расскажи как ты попала в скандал с ямайскими танцорами я не знаю это наверное зависит от самого человека да я очень люблю делиться с людьми вот какими-то такими моментами я считаю что это правильно и нужно говорить вот о таких моментах как я только что делилась про мужчин что им стоит отказывать мне никто этого не говорил и я много раз чувствовал себя виноватой когда меня вот таким психологическим образом пытались поражать и говорить это ты виноваты я верила им я чувствовал себя очень плохо и со мной никто не делился девочки не делились что парни тупо тебя прожимают чтобы тебя развести и сделать вот это скандал был на фоне того что я выставила публикацию в инстаграм я выставила пост если ты хочешь привлечь внимание к своему к своей статье тебе нужно написать громкий заголовок и ты просто выбираешь громкий заголовок и пишешь его я как бы знаю как это работает и я написала громкий заголовок но я не знала что после этого громкого заголовка они дальше даже читать не станут что был за заголовок и что было дальше вдруг кто-то еще не знают этого скандала 80 90 процентов ямайских танцоров изменяют и не видят ничего в этом плохого такой был заголовок я специально выложила этот пост на двух языках и на русском и на английском мой английский не идеальный и возможно какие-то формулировки были грубые для кого-то что-то там но на меня напали все кто только мог и что я могу сказать что это не случилось просто так типа хейтеры всегда будут хейтить и искать моменты за которые можно зацепиться чтобы тебя докопать просто я им дала отличный повод кому-то я отказала и таких было много кто ко мне там подкатывал я говорила нет 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 они это все запоминают с кем-то я не хотела дружить о девочки а давайте потусим и мы не не тусили с этими у кого-то мы не брали классы то есть это все происходило вот в этих 6 поездок все на ямайку у кого-то мы не брали классы или брали меньше классов чем у других начинались какие-то там обидки тут я снялась видеоклипе отняла работа у ямайских женщин мы в каком-то году это был 2018 год с разрешением двух команд supreme blazes и exclusive dancers стали из мужских шагов делать женские просто нам так было весело и мы продолжали танцевать мужские движения но просто добавляли вайн и парням из команды это нравилось они такие типы блин классно давайте там на видео это запишем и поднялся один но это был маленьких и когда на нас говорили типа вы не имеете права кто вы вообще тут такие чтобы делать женские движения из мужских степов всегда были такие ситуации мы начали тусоваться исключительно с командой supreme blazes половина других стали нас ненавидеть за это потому что мы не брали у них класса мы не тусовались с ними ну короче такие нападки были постоянные маленькие и у них это все копилось копилось ладно у тебя уже были с ними такие вот многочисленные какие-то маленькие стычки и несмотря на это ты не побоялась выложила этот а чего бояться то живем один раз она что ты вообще рассчитывала мне искренне хотелось сказать девочкам знаешь сколько слез ты видишь на ямайке вот этих вот девочек которые к тебе приходят жалуются плачут и говорят оказалось что я с ним встречалась у него еще там четыре жены оказалось что я ему денег выслала он меня использовал ради денег оказалось что простите я забеременела у него уже есть там пятеро детей и я слушала все эти истории и мое сердце конечно мне тоже была такая история и и мать меня обвинили в том что ты это выложила потому что тебе тупо больно да если бы не было тупо больно я бы это еще год назад выставила но я выставила это после того как я услышал одну вторую третью четвертая подумала вот если бы я только пришла в dance hall только бы приехала на ямайку чтобы я хотела я поняла что я бы хотела чтобы была какая-то такая девочка не которая ездит на ямайку 10 лет 15 лет и молчит и мне бы вот в той карине который в 2016 первый раз приехал на ямайку мне бы хотел встретить девушку которая бы мне сказала тебя будут пытаться развести на секс на деньги на внимание на что-то там еще тебе будут говорить какая-то особенная что ты самая лучшая что на тебе там женится детей заведут но все это будет делаться ради того чтобы там тебя каким-то образом чуть-чуть под использовать и об этом ты написала да да я написала что вы можете соглашаться на такие отношения в этом нет ничего неплохого но вы должны знать что в момент когда он тебе говорит ты у меня одна единственная самый любимый у него есть еще две три четыре девушки и когда он говорит с одной по фейстайму а другая сидит и ждет его чтобы провести с ним ramping shop ну они просто должны это понимать потому что многие не знают этого многие не понимают они реально искренне удивляются потому что никто об этом не говорит все боятся кто-то там под этим постом мне написал он написал такую фразу либо ты говоришь хорошая про мою страну либо заткнись я могу и про россию сказать у нас очень грустные злые люди и достаточно у нас депрессивно в россии сложно жить потому что вот там например солнце нет я не вижу в этом ничего плохого мне говорят что если бы я была с ямайки если бы я как минимум родилась на ямайке то на меня бы так не накинулись а как на тебя накинулись какие были комментарии кроме этого и сколько их вообще было под моим постом больше 300 комментариев я его заархивировала в какой-то момент я месяц рыдала без остановки я бы ну тип не то что боялась выходить на улицу мне было некомфортно выходить на улицу я не хотела ни с кем общаться мне тогда еще не было uptown друзей которые бы могли мне сказать типа да забей ты на них вообще какая-то херня все нормально пошли тусить все было одна тотально и я думала что у меня есть друзья среди танцоров я думала что моя команда с которой я провела два-три года вместе меня поддержит но этого не случилось был всего один человек один танцор среди огромного количества танцоров которые во всей этой ситуации с самого начала и до самого конца и до сегодняшнего дня выбирает несмотря на весь хейт от людей даже в его сторону из-за того что он просто общается со мной выбирать продолжать общаться со мной и мы с ним не спим и у нас с ним никогда ничего не было мы тупо общаемся он приходит ко мне домой покурить кальян мы разговариваем на темы развития я советую ему какие книжки почитать мы там с ним общаемся про мир про ну короче всякое такое единство один человек из всех танцоров которые делали вид что они мне друзья все остальные просто перестали с тобой общаться да это было невыгодно со мной было невыгодно общаться есть такие танцоры которые просто танцуют и тусуются им пофиг на эти сплетни вот тип там шели-бели energy вот бойзи и особо не вижу во всей этой кола-кола вот и они на улицу пошли потанцевали что-то там может быть до этого были какие-то ситуации что они что-то комментируют да им пофигу вообще это те люди которые есть люди которые ничего про меня не говорили но они просто типа молчали а есть те которые шагали с плакатами они называли меня расисткой а почему тебя называли расистка не это объясняли потому что я белая не накинулась на я говорю противнокожую нацию поэтому на самом деле я думаю что танцоры ямайские они бы даже если честно не догадались бы меня так назвать так меня назвал кто-то из европейских девочек все началось европейских девочек они я проходила этот путь я знаю сначала ты думаешь что ты с ними дружишь что вы вообще типа фэмили там все вообще детей вместе будете крестить там все время созваниваетесь там комментики прямо дружба дружба и ты горой стоишь за всех вот этих вот твоих друзей ты прям такая ты готова нападать на всех кто хоть как-то косо на них смотрят и вот они как раз достаточно большое количество и эти девочки на меня накинулись то есть не ямайцы первые накинулись на меня европейские девочки которые начали мне писать ты расистка они увидели это в комментариях я представляю что это было так как же ее обвинить непонятно и тут кто-то пишет российской подходе и все таки россии то есть когда я показываю этот пост ямайским людям не танцором они читают и говорят ну да все же это знают они выкидывали строчки из моего поста типа как будто я обвинила всю нацию а не только танцоров как будто я сказала плохо про всю страну то есть они не читали пост я в посте пишу типа и это неплохо вот они просто такие типа если вы выбираете строить такие отношения пожалуйста вообще в путь то есть я не говорю не как вот это новое никто не имеет право строить отношения с ямальскими танцорами потому что ну нет я же так не писала написал свое мнение хотите вот следуйте не хотите не следует короче хейтеры будут ходить они просто нашли повод многие даже пост не читали был прямой эфир какой-то одной из команд можешь об этом тоже вкратце рассказать ты его смотрела что они там говорили я там участвовала тем более это было уже наверное где-то неделя-две прошло с этого поста это был период когда я не могла не спать не есть ничего я просто рыдала без остановки потому что в этот момент ты видишь кто является твоим другом а кто является тебе не другом и что от тебя отворачиваются все эти люди которые 4 5 6 7 лет твердили тебе что они твои друзья они тебя поддерживают в какой-то из дней мне кто-то из ребят не помню кто русский не русский скидывает просто ссылку на эфир я захожу туда и вижу какой-то в эфире сидят сотни танцоров ямайских европейских с разных стран и поносят меня по кругу просто каждый выходит в эфир и рассказывает какие-то небылицы она посмотрела на меня вот так вот вот так вот то есть они не говорят правду я пытался к ней подкатить пытался ей всунуть она мне не разрешила я на нее обиделся и я смотрю на это все и я им пишу так а меня кто-нибудь в эфир добавит что это тут за вечеринка вы обсуждаете меня меня никто не пригласил и вот тогда я зашла в этот эфир у меня там в комментах начали убирать они мне говорили танцоры которые делали вид что они со мной друзья они мне говорили убирайся из нашей страны мы не хотим тебя видеть в данц холл культуре ты никто и звать тебя никак ты ничего не сделала для нашей культуры человек который рассказывает 8 лет про данц холл в россии человек который ведет instagram без остановки и рассказывает про данц холл и показывает людям что давайте приезжайте на ямайку здесь не опасно здесь классно давайте все погнали человек который преподавал просто огромному количеству людей и они меня берет ты ничего не сделал я устраивала мастер-классы ямайским танцорам но делала много и это все забывается в один миг в один миг они все забыли это я сейчас улыбаюсь я типа реально месяц или два просто рыдала и это очень больно и ты такой думаешь на антира я реально в этой культуре я реально думала что я перестану танцевать потому что ну а зачем быть в культуре когда вокруг вот такие лицемерные люди ты с ними семь лет общаешься они делают вид что они с тобой друзья и потом в какой-то момент когда это выгодно они от тебя все отворачиваются и ты такой думаешь чуть за культура то такая в смысле сколько это продолжалось и как разрешилась эта ситуация но самая жесткая наверное месяц где-то прямо месяца никто не поносили без остановки не никто не общался со мной еще полгода более того мне писали угрозы в директ спаленых аккаунтов мне писали ну какие-то писали мне мы знаем где ты живешь мы придем за тобой вали из нашей страны если ты не свалишь мы тебя найдем страшно было было да ну а как нет типа ты знаешь какая преступность в этой стране и ты знаешь какие-то люди ну-ка я одна сижу вот я рассказывал до решетка и вот эта дверь как между комнатами у нас и я знаю что у большого количества людей есть и пистолеты и ножи и все что угодно мне было страшно не передать как а ты не думала извиниться а за что извиняться ну если так страшно больно и уже меня мне гордость не позволяет ну типа а чё на по пятну идти зачем от этого же мое мнение не изменится конечно можно было им жопу подлезать было бы проще можно было бы подлезать им жопу искать ничего ничего мои любимые но это же не меняет сути о том какие они люди мне важно увидеть суть я эту суть увидела я начала разделять их на танцоров и личностей ну в плане раньше для меня дэнс холл был это вся моя жизнь и больше ничего я типа вот мне нравится он как личности танцором классный я хочу с ним дружить и общаться сейчас я понимаю он или она для меня танцор я уважаю их как танцора я уважаю их творчество я уважаю что они делают и как они танцуют но это не значит что я уважаю их как людей как личности и то что они делают и как они поступают я поняла что мне не нужно это все смешивать в одну кучу я просто буду к ним классно относиться как к танцорам окей я просто знаю я просто теперь они то как оттаяли к тебе да у них выбора не было некая ну я начала работать психологом и она мне дала задание она сказала ты должна за следующую неделю сходить на три тусовки я говорю нет я не пойду она ведь ты должна иначе никак я пришла на первую три тусовку с трясущимся просто мне было очень страшно те люди кого я называла кто просто тусуется им пофиг они начали ко мне подходить со мной здорово типа классный что ты тут клево пойдем потанцуем то у остальных тупо выбора не было ямайка очень маленькая и если я планирую там жить а я пока планирую там жить ну я понимаю что смысла нет мне нет смысла обижаться им нет смысла не делать вид что меня не существует потому что вот она я здесь но посты такие будешь продолжать писать или выводы тоже сделал я научилась как это писать а просто в начале подписываю и это мое мнение и вы можете быть не согласны все ну посмотрим к чему придет следующее свое мнение и кто с ним будет не согласен к сожалению время у нас подходит концу но у меня естественно еще просто куча вопросов и о ямайке и о донс холли и обо всем на свете поэтому я предлагаю такой blitz round твое самое любимое ямайское блюдо это овощ типа хлебное дерево его можно запекать можно запекать и жарить похож на такую картошку с чем-то там я люблю когда он запеченный плюс его обжарить он очень вкусный мы можем чуть-чуть солью приправить это вот моя любовь а самая мерзкая самая мерзкая в какой кауфут или карригоут что-нибудь из козлятины для козлятина вот это корова но я не ем просто такое мясо и я даже не запах его не переношу наверное вот это место обязательное посещению но если мы танцоры то это кингстон а если в кингстоне если в кингстоне ну какая-нибудь там легендарная вечеринка upton monday самая крутая вечеринка на которой это было upton monday в понедельник боссе тьюзды во вторник и дэй рэй в четверг и воскресенье это пляжная вечеринка на хелл шайр и бум сандэй вот четыре дня это самые топовые самые крутые танцорские тусы ребята запоминайте кто едет на ямайку вам туда самая интересная профессия на ямайке на твой взгляд самая необычная я бы назвала так профессия это вот эти чуваки которые на вечеринке на ямайской приходят и продают траву чупа-чупсы и всякое такое они просто ходят там на не такие создаются особую атмосферу самый веселый дагринг самый веселый это был вот на пляже 2000 какой-то там не по 18 19 год вот с мальчиком с которым мы там типа кувыркались у меня это видео еще очень популярная в инсте это было очень весело очень смешно когда мы вот так кубарем скатились со сцены я просто вот так летела и он естественно был сверху а я была почему-то снизу я вот так приземлилась на эту землю примерно такое расстояние было как от этого камина до пола это было весело вообще дагрин любое то весело дагрин шелли бэлли тоже весело да на самом деле многие думают что шелли бэлли неадекватно это не так шелли бэлли один из самых адекватнейших танцоров ну вот кто дагрин делает вообще ты ему говоришь я пойду с тобой танцевать если ты не будешь делать безумные вещи он говорит хорошо и он просто нормально тебя с тобой как бы обращается он знает просто что с какими ямайскими девочками можно жесткой а какие мы типа принимают это с какими можно и он это делает со мной он никогда жестко не танцевал я с ним тысячу раз танцевала и я не боюсь с ним танцевать конечно сначала меня тоже был такой стереотип типа ушей ну да вот чувство динамом на тебя на киеве нет он адекватный парень и он очень сильно искренне расстраивается когда девочки его бояться он прям такой пойдем он вполне адекватный классный чувак были ли у тебя отношения с ямайскими мужчинами были отношения прямо отношения с одним мальчиком а так но как-то надо было со своей болью знаете ли справиться после этих отношений какой был твой самый лучший день на ямай не могу выделить один день вот не когда мы тренировались на hq blazes как раз вот в этом месте это были одни из лучших а самый худший день на ямай как раз вот эта ситуация когда я рассталась с парнем и вот эта ситуация с этим хейтом когда я как раз месяц лежала как в аду плакала и у меня было такое высокое здание рядом с домом на которой я смотрела и думаю может на хер спрыгнуть с него то есть вот до такого состояния какой главный урок дала тебе ямайка все случается так как должно случаться и нужно просто делать то что ты любишь делать независимо от того что об этом думают другие на прощание может ты хотела бы чем-то еще поделиться донести какую-то мысль до наших зрителей я уверена что каждому танцору танцующему dancehall необходимо в какой-то период своей жизни поехать на ямайку пусть это будет две недели три недели или даже одна неделя если вы не можете поехать на две и на три обязательно нужно приехать но когда вы едете на ямайку вам нужно быть очень осторожны потому что ямайка это какой-то магический остров который раскрывает вас вот я в одной книге услышала деньги это неплохо деньги просто они раскрывают тебя если ты был дерьмовым человеком ты просто становишься еще более дерьмовым человеком а если ты был хорошим человеком ты просто становишься человеком еще лучше но с деньгами и то же самое про ямайку если тебя вот это вот говнецо внутри есть вот она в тебе прямо вот знаете она как бы усилит это ощущение и ты будешь ехать с ямайки и там был на ямайке а вы все говно там не были а если ты как бы искренне относишься к этому стилю он действительно приносит тебе что-то хорошее доброе то это будет только усиливать и тебе будет нравиться ты будешь кайфовать ты будешь на эти домики смотреть на этих людей смотреть тебя быть только любовь радость и счастье поэтому если после ямайки у вас плохие ощущения задумайтесь о том какой вы человек внутри себя нет это правда так поэтому нужно как-то поспокойнее и с благодарством и тогда ямайка даст вообще все самое лучшее ребят едьте на ямайку с чистым добрым сердцем и будет вам счастье ямайку с чистым добрым сердцем